Это начало конца. С горечью говорят жители Лиминды. А ведь эта история начиналась красиво и должна была жить очень долго. То, что герой Советского Союза Александр Меркушев еще до войны окончил Лиминскую школу ФЗУ фабрично-заводского ученичества, так тогда назывался техникум сервиса, конечно, со временем забылось. А вспомнить удалось в 70-е годы прошлого века благодаря Фаине Казицыной, преподавателю училища. Александра Меркушева нашли в Белоруссии, где он жил после войны, и завязалась дружба. Она нашла его, ну и он к нам постоянно приезжал регулярно на завод в школах, и в 87-м году ему дали почетное звание почетного гражданина города Котлас. В 91-м году Александр Меркушев умер, но Виктор Гудков продолжал поддерживать связь с его семьей, дочерью Светланы Александровной. В 2003 году он возглавил Котласское общество российско-белорусской дружбы «Славянка», а в 2008-м от его имени подписал соглашение с партизанским районом Минска о содружестве в гуманитарном направлении. Мы на официальном уровне уже заключили договор. Наш коллектив стал коллективным членом общества российско-белорусской дружбы, и мы постоянно общались и с администрацией, но там старое еще сохранилось название, идеологический отдел. Очень нас приветливо встретили. С тех пор каждый год делегация от Котласского техникума выезжала в Белоруссию. Причем, чтобы попасть в нее, учащиеся проходили конкурсный отбор и по учебе, и по общественным делам. Преподаватель литературы Алена Волокжанинова сопровождала детей в этих поездках в 2016-м и 2018-м годах. Говорит, упор в них делался на патриотизм, и программа не ограничивалась встречей с дочерью Меркушева и посещением его дома и могилы. Мы посещали обязательно Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Непередаваемые ощущения и у меня, и у ребят остались от историко-мемориального комплекса «Хатынь». Затем мы посещали линию обороны Сталина, где ребятам очень, без исключения, с кем бы я ни ездила, всем им нравится то, что вот масштаб, что там можно посмотреть, потрогать, вблизи все почитать. Ну и, конечно же, и Стеллы Победы, и Парки Победы, и обелис к городу-герою Минск. А затем директор техникума Виктор Гудков решил установить бюст Меркушева в Котласе. Благодаря тому, что скульптор и материалы были из Белоруссии, удалось уложиться всего в 3 миллиона рублей. Деньги собирали, как говорится, по людям. Откликнулись сразу выпускники почти все, даже те, которые пенсионеры скромные, на пенсию живут, и то тысячу-две посылали на расчетный счет бухгалтерии. Те, которые успешными людьми стали, типа Палкина, ряд еще выпускников, бизнесменов в нашем городе, там без всяких вопросов помогали от души. Кстати, площадка под памятное место – это отдельная страничка истории. Чтобы не было самодеятельности, тогда привлекали специалиста по уличному ландшафту, покупали рассаду, укладывали газон, искали в полях камни. Причем в процесс были вовлечены все – и директоры, и преподаватели, и студенты. У нас было большинство группы, и мы вскапывали землю для того, чтобы посадить цветы. Вот как роскошно выглядело это место в 2015 году. Тогда это была самая ухоженная и стильная площадка не только в Лимиде, пожалуй, во всем Котласе. А вот кадры с торжественного открытия мемориала. Оно состоялось летом 2016-го, в день празднования столетия Лимиды. На торжество приезжала дочь героя и почетного гражданина Котласа Светлана Александровна Меркушева. Так подготовлено, все красиво, доброжелательно, что нет слов. Кстати, рядом с бюстом Александра Меркушева были установлены две стеллы, на которых высечены имена жителей Лимиды, работников и выпускников тогда еще училища, участников боевых действий, тружеников тыла. То есть, это памятное место не только для учебного заведения, но для всего микрорайона. Что же мы видим сегодня? Место возле памятника выглядит просто уныло по сравнению с тем, как было в начале. Видно, что траву недавно косили, но как-то небрежно и, между прочим, что ли, плитка начинает покрываться грибком. Спасибо, хоть ворота открыты, а то был момент, когда их просто закрыли на замок. То, что сегодняшнему руководству Объединенного учреждения правтеха, которое располагается на улице Мелентьева в Котласе, похоже, все равно, что происходит у памятного места в честь Александра Меркушева в Лимиде, видно и жителям микрорайона, и гостям. Можно было бы, да, благородить сам памятник, можно было бы плитку переложить. Да, на самом деле, в печальном состоянии. Можно было бы цветы какие-то высадить более декоративные, то есть не пожалеть денюжек, так сказать. Я не скажу, что совсем не ухожены. Цветы есть. Ну, вот единственное, что, может быть, вот этот угол, ну, там, как бы зарос. Уйти из должности директора техникума 75-летнему Гудкову пришлось два года назад из-за проблем со здоровьем. К сожалению, такого же сильного преемника у него не нашлось. В результате Виктор Павлович с болью наблюдает, как дело, которое он любил и развивал много лет, потихоньку сворачивается. И вопрос не только в памятнике. Вот уже два года, в 20-м и 19-м, в Белоруссию от техникума никто не выезжает. И это впервые с 2008 года. Для тех, кто застал золотые времена расцвета российско-белорусской дружбы между коллективом Котлосского техникума и администрацией партизанского района Минска, это большая потеря. Я очень хочу, чтобы эта традиция не пропала, не потерялась. И имя героя звучало, как оно звучало раньше. Ну, а в целом, такое отношение к памяти героя Меркушева в Котлосе в последнее время – это минус один замечательный патриотический проект. Светлана Дейнек, Александр Гаврилова, Алексей Ватчик, КотНьюс.